Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Христос посреди нас. Дорогие братья и сестры, в своей пастырской работе, когда посещаешь такие социальные заведения, в больнице, где люди именно страдают от многих зависимостей и страстей. Когда приходишь туда, видишь вот это горе, эти моменты, когда человек уже зашел далеко в своей болезни. Сегодня хочу поговорить о такой страсти, зависимости, как чревообъедение. И вот этот лишний вес, когда люди именно этим злоупотребляют и начинают полнеть, и потом для них жизнь становится не жизнью. Потому что страдают все органы, и плюс страдает человек от лишнего веса. Чревообъедение – это не только излишнее употребление пищи, но и сюда входят наркотики, пьянство, табакокурение. То есть эти все моменты, которые мешают человеку нормальную жизнь существовать и находиться именно в той Божьей благодати, которая именно покрывает человека, если он находится в вере и в церкви. потому, когда начинаешь в своем пастырском служении этим вопросами заниматься, прежде всего видишь, что люди верят, верующие, и жизнь к этому привела. И потому, как нам справиться с этими всеми моментами, когда нужно именно себя покорить, именно как бы свою сущность привести к тому знаменателю, что необходимо нам измениться. В церкви в основном есть правило, когда начинается богослужение, служба, и уже после богослужения человек начинает принимать пищу. Это обычно с 11 до 2 часов, когда служба заканчивается, и человек начинает первый прием пищи. Как говорят святые отцы, что прием пищи должен быть такой, чтобы человек не насыщался, когда он принимает пищу, и чтобы его не клонило ко сну. То есть, немножко маленькое чувство голода оставалось. И потому, когда остается маленькое чувство голода, у человека начинает именно навести свою трудовую деятельность. Было много таких долгожителей, которые жили до 90 лет, и они говорили, что когда принимают пищу, после того, именно человек продолжает именно свою деятельность, и его не клонило ко сну. То есть, человек именно имел тот порядок, при котором он принимал пищу достаточно именно в таких не очень больших размерах, и оно приводило к тому, что человек именно мог вести здоровый образ жизни. И также надо необходимо учесть тот факт, что когда мы принимаем пищу, тогда не надо именно это делать быстро. Надо все аккуратно разжевывать, немножко, чтобы время приходило. Если человек именно увлечен чревообъедением, он сразу быстро накидается на пищу, не пережевывая, и эту пищу в больших размерах начинает съедать, кушать. А это приводит к тому, что у человека потом могут быть заболевания именно желудка и всех органов, которые с этим связаны. Поэтому именно это надо учесть. Вечерний прием пищу обычно если есть богослужения, службы именно проходят уже после 18 часов, после вечерних служб. И человек тоже должен понимать, что на ночь ему много наедаться нельзя, потому что тогда именно организм не может переварить этой пищи, начинаются плохие сны, и именно организм не расслабляется во сне именно потому что он начинает переваривать пищу и разные сны плохие снятся и человек именно может человеку это может влиять отрицательно. Ну в церкви есть еще такие моменты как посты. среда и пятница два дня опасных дня, когда человек должен кушать опасную пищу именно в целый год, только есть пару недель в году, где именно среда и пятница не опасные дни, даже большие праздники преподают на опасные дни, и все равно пост соблюдается. И у нас еще есть четыре поста в году, когда именно человек именно постит и он же привыкает к этому ритму жизни и он именно этим себя лечит. Потому что когда человек уже находится в посту, для него уже пища не имеет такого духовного значения и она как бы не становится вверху всего его именно миробытия. Поэтому необходимо вот это учитывать, этот элемент, и что если человек находится в лоне церкви, эти вопросы именно у него решаются и он именно уже встает именно на тот путь божественный, божественное обладание человека покрывает и человек уже вот этим страшным страстям чревообъедения, о которых я говорил, он именно уже не имеет к ним никакого касательства. Потому и необходимо вот это все учитывать для того, чтобы не набирать лишний вес, лишние килограммы, которые мешают нашей жизни. Поэтому необходимо всегда помнить и к этому относиться очень серьезно. Потому что после этого у нас начинаются такие проблемы в жизни, которые мы сами не сможем справиться. Потому есть духовники, которые могут вывести человека из этих страстей, из этих состояний, но это постоянно надо идти под благословение, под то, что необходимо исповедоваться, причащаться, необходимо вести эту духовную жизнь. И тогда с помощью духовника человек может выйти из этого состояния. потому это достаточно длинный период жизни, чтобы человек именно вошел в то состояние, в котором он мог бы именно пребывать. И поэтому необходимо это все учитывать в нашей жизни. На вас всех Божие благословения и пускай Господь нас всех милует, спасает, помогает в том, чтобы мы могли выйти из этих всех страшных страстей, на которые на нас нападают. ПОДПИСМЕНТОМ ПОДПИСМЕНТОМ ПОДПИСМЕНТОМ